всем привет сегодня я вам хочу показать как правильно собрать и оснастить такую вот покупную жерлицу для этого мне понадобится леска диаметром 0,35 миллиметров обязательно прозрачная цветные не очень любит хищник также нужен будет грузик скользящий поводок я буду использовать металлический один стопорок для лески двойничок ну тут уже вы выбирать будете сами какой вам размер нужен я буду использовать вот такой карабинчик с вертлюжком вот такая вот резинка на самом деле здесь ничего сложного нету так делают очень многие рыбаки такая жерлица у нас магазине стоит чуть больше 100 рублей для начала нужно намотать леску леска подойдет от 0,3 до 0,4 я вот использую 0,35 белая нужна потому что рыба зимой осторожно чтобы не пугать чтобы она была в воде прозрачной буду делать жерлицу универсальную для различных водоемов поэтому буду мотать около 30 метров на краю лески делаю петельку тут уже кто как хочет вот такой вот способ покажу все петелька готова лишнее откусываю делаем вот так вот восьмерочку чтобы она не проскальзывала надеваем на катушечку затягиваем чтобы было удобно наматывать берем какой-нибудь журнал или книжку где-то в середине укладываем леску так она будет жестко делаем один оборотик и замеряем один оборотик получился 10 сантиметров это получается 100 оборотов 10 метров мне надо сделать 300 оборотов поехали ну вот 30 метров намотано лишнее откусываем собираем дальше теперь надеваем скользящий грузик и с нижней части фиксируем его стопорком стопорок нужен для того чтобы груз не разбивал узел который будет ниже теперь берем вертлюжок с карабинчиком привязываем я это буду делать обычным узлом клинч обязательно узелок смачиваем и затягиваем лишнее откусываю вот такая вот конструкция у нас получилось дальше берем поводочек с одной стороны цепляем к основной леске ну а здесь цепляем двойничок один маленький нюанс у этого двойника сильно разведены жало их нужно чуть-чуть подогнуть друг к другу чтобы удобнее было потом цеплять на них живца когда у вас флажок новый как бы вы его не ставили он будет соскальзывать поэтому берем опять же плоскогубца и вот так вот чуть-чуть подгибаем вот примерно вот такой вот угол теперь он у вас не будет соскальзывать и будет срабатывать только при поклевке если глубина рыбалки небольшая и рядом где-то коряжник или камыши чтобы щука туда не утащила делаем вот так вот резиночкой восьмерку и вот сюда вот ее накидываем дальше вставляем для срабатывания флажка этого будет достаточно большого хода то есть вот поклевочка флажок сработал а дальше леска стопорится никуда не денется но в собранном виде все это дело выглядит вот так то есть поджал резиночкой двойничок чтобы он не болтался никуда не делся так вот резинку перехлестнул через ручку чтобы удобно было разматывать но на этом у меня все всем кто досмотрел видео до конца спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки что-нибудь пишите в комментариях свои варианты предлагаете отправляем все это дело обратно в пакетик жерлица готова к эксплуатации всем пока ждите новых видео